Сегодня мы в гостях у очень интересного человека, человека достаточно молодого, но при этом разностороннего абсолютно, интеллектуального человека, окончившего массу учебных заведений, но специалист он в юридической сфере. И именно вокруг этой юридической сферы у него возникают разные проекты, в том числе он возглавляет уже с 2010 года такую организацию, как «Молодые юристы Алтайского края». Но кроме этого еще много-много-много всего. Руслан Александрович Димаков, «Мы к вам». Руслан Александрович, еще раз добрый день. Хочу не то что комплимент сказать, предысторию, наверное, той программы, в которой вы сейчас участвуете, это программа «Мы к вам». Изначально она была задумана как ретро-история лиц, которые в разное время составляли определенную политическую, экономическую, культурную часть. Называют ее управленческую или топовую, или истеблишмент по-разному. Люди действительно, которые работали в Алтайском крае, продвигали в каждой сфере наш регион, помогали людям в чем-то. И среди вот этого уже ранее представленного нашим зрителям количество людей, которые достаточно взрослые, часто кто-то уже на пенсии. Вот вы сегодня, наверное, вот из той юной даже поросли, можно так сказать, по сравнению даже со мной, с моим возрастом. И тем не менее, интерес к вам возник практически сразу, когда мы первый раз встретились. Это было 18 сентября прошлого года, в день, а точнее вечер, уже после выборов, в Краевой совет наш, КЗС, Краевой законодательное собрание, и у депутатов Государственной Думы. В этом году тоже выборы, поговорим немножко позже об этом. В тот момент вы оказались в здании, которое называется Армянский центр, центр армян Алтайского края, это Ленина в центре города, напротив правительства. Что вы там делали? Чем занимались? Вот этот вопрос меня до сих пор мучает. Здравствуйте, Валерий. Во-первых, перед тем, как отвечу на ваш вопрос, спасибо, что провели интерес к скромной персоне. Несмотря на то, что к эстеблишменту я себя не отношу. Но, наверное, раз мы с вами встретились, какие-то важные дела все-таки мы осуществляем. Вот сейчас одно из этих важных дел вы в своем вопросе затронули. Собственно говоря, Армянский центр, это правильная постановка вопроса, напротив правительства, и тут выборы еще. Вот такая картина, она заставляла удивляться многих людей, дескать, причем есть Армянский центр и выборы. Но ответ на самом деле очень прозаичный, и он простой, если понимать саму систему гражданского контроля за осуществлением выборов, общественного контроля. Значит, мы общественное наблюдение от имени общественной палаты силами общественных объединений Алтайского края, некоммерческих организаций и так далее, осуществляем с 2017 года. И мы постоянно, начиная с этого времени, нарабатывали определенные ресурсы, вырабатывали систему осуществления общественного наблюдения. На самом деле эта процедура очень сложная, если в нее вникнуть. Она масштабная, тем более с учетом особенностей Алтайского края. И вот на прошлых выборах депутатов Государственной Думы в Алтайское краевое законодательное собрание, мы, наверное, смогли реализовать вот все, что мы наработали за вот эти предыдущие пять лет. И в конечном итоге мы оказались в Армянском центре. Вот удивлялись, говорили, почему Армянский центр? Ответ на самом деле очень простой. Армянский центр был выбран потому, что Союз Армян Алтайского края, он традиционно очень активно работает в составе общественной палаты Алтайского края. Они организуют культурные мероприятия, досуговые, спортивные мероприятия. И у них есть очень хорошая площадка для этого. К счастью, руководство Союза Армян ведет такую заметную работу. И, соответственно, у них получилось взять себе в пользование такое помещение, которое позволяет проводить там не только те мероприятия, которые они организовывают, но в том числе и такие мероприятия, как заседание каких-то экспертных советов. И в данном случае у нас встала необходимость где-то разместить штаб Центра общественного наблюдения, созданный штабом общественного наблюдения. Мы обратились в Союз Армян Алтайского края. Их представитель входит в штаб общественного наблюдения. И Союз Армян Алтайского края своим решением, своего руководящего органа принял, собственно, извиняюсь за тавтологию, решение, да, решил предоставить вот свои мощности, свои площади, свои ресурсы для того, чтобы осуществлялось общественное наблюдение. И там была размещена в том числе и масштабная электронная аппаратура. Вот по поводу аппаратуры, там пара десятков или больше экранов, где онлайн можно было видеть, что происходит на том или ином избирательном участке, да, в городе, в крае. Вот, и наблюдать это, и видеть там нарушения, если возникли, или все правильно, наоборот, происходит. Да, у нас как раз вот мы, вот сейчас мы находимся на базе Союза молодых юристов Алтайского края. Мы рассматривали и эту площадку, но мы поняли, что у нас не получится разместить всю вот эту аппаратуру, действительно. Мы и добились выделенного канала для интернета, чтобы был большой трафик. Мы добились, собственно, сами вот эти экраны. Мы пригласили технического специалиста, который это все обслуживал. И в том числе, вы правильно сказали, аппаратуры было много. Она требовала сопровождения очень сложного. И вот у нас даже была возможность отматывать назад. То есть у нас, по сути, у нас был большой такой видеорегистратор, на те участки, на которые есть, как, конечно. Да, мы могли отматывать назад и смотреть. Конечно же, вот тоже скажу, что называется, на злобу дня. Многие задают вопрос, а как это вот вы все организовали? Кто вам все дал? Организовали все своими силами. И вот то, что мы взяли Союз Армян Алтайского края, это тот пример, что некоммерческая организация предоставила свои возможности. Но это касательно Союза Армян Алтайского края. Вы спросили, я про другие НКО даже не буду говорить, потому что многие некоммерческие организации внесли каждый свой посильный вклад вот в тот результат, который мы сейчас имеем. Ну и давайте, чтобы тему выборную, которая в этом году опять нас накрывает, ну давайте ее закруглим. Поэтому вопрос будет следующий. В этом году стоит ли ожидать подобного контроля, подобной же схемы, или муниципальные выборы, как бы они уже не столь интересны, общественной палате в том числе. Ну давайте немного приоткрою завесу тайны. У нас наблюдательское сообщество уже есть по всей России, потому что все-таки у нас многие инициативы исходят от Общественной палаты Российской Федерации. И когда нам направляют в регионы рекомендации о том, что необходимо, рекомендации именно о том, что даже неверно сказал необходимо, что нам рекомендуют настоятельно следовать примеру Федеральной общественной палаты, которая своих наблюдателей может направлять в любой регион, организовать общественное наблюдение точно так же. И вот в чем, собственно, вот эта небольшая тайна-то закрывается? Конечно же, федеральная повестка, она в приоритете всегда. Всегда в приоритете. Но здесь одно зависит от другого. Не получится отработать никакие федеральные выборы в том случае, если наблюдатели не будут себя чувствовать нужными в течение года. И между такими эпохальными выборами, как, например, выборы в Государственную думу, либо выборы президента, либо вот поправки в Конституцию тоже, да, у нас было голосование, у нас тоже наблюдатели там работали. Если людей не привлекать и на выборы в органы местного самоуправления, в представительные выборы, это я вам говорю, как тот, кто много лет работает в сфере НКО. Люди начинают чувствовать себя непричастными к работе гражданского общества. Следовательно, первая задача, когда мы обеспечиваем наблюдение на выборах в органы местного самоуправления, мы показываем нашим наблюдателям из районов, что они действительно важную работу делают. А не просто от случая к случаю. Иногда даже уже идет обратная связь от тех людей, которые наблюдают из муниципальных районов, из сельской местности, о том, что будут выборы, выдайте мне направление. Общественная палата выдает направление, человек идет наблюдать. Поэтому, конечно же, мы будем наблюдать и в этом сентябре тоже, в сентябре 2022 года. Но я все-таки замечу еще раз, что некоммерческие организации, они на то и некоммерческие, что в ходе их деятельности нет цели получить прибыль. Следовательно, когда мы начинаем формировать бюджет на проведение, на организацию наблюдения непосредственно в день голосования, мы иногда видим то, что тех средств, которые есть у общественных объединений, их не так много, как хотелось бы. Следовательно, в этом сентябре мы будем организовывать наблюдения однозначно. Но будет ли это наблюдение таким же масштабным, как на выборах в Государственную Думу, я пока сказать не могу, потому что сейчас у нас только первый месяц лета идет. Мы уже будем непосредственно организацией заниматься в июле, уже прямую подготовку вести в августе, и у нас уже будут цифры, и в сентябре мы уже это будем делать. Сможем ли мы с технологической точки зрения повторить такое, я не знаю. Но то, что будет наблюдение, и то, что мы обязательно будем публично отчитываться о том, как мы осуществили наблюдение, это точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...